Халло хин, с вами Лиза, добро пожаловать на мой канал. Здесь про творчество, вдохновение и самовыражение. Рада вас приветствовать на своей новой рубрике «Пижамная вечеринка». Думаю, что назову её так, потому что мне кажется, что такие истории, всякие странные, страшные, непонятные, вызывающие на разного рода эмоции, рассказывают обычно на каких-нибудь таких тусовках, каких-нибудь ламповых вечеринках и так далее. Если вы ещё не видели моё первое видео, то советую вам заглянуть в подсказки и с ним ознакомиться. Там у нас была тематика «Мистические истории», между прочим, за которые вы голосовали. В этом видео у нас будет тематика «Супредита. Не засранец ли я?». Именно за эту тематику больше всего было отдано ваших голосов. Если что, я выкладывала опрос и в своём Телеграме, и в сообществе на Ютубе. Скорее всего, после публикации этого ролика, через пару дней, я опубликую пост в сообществе на Ютубе, чтобы вы голосовали за тематику следующего видео. Так что следите за новостями. Так, немного поясняющие бригады. На супредите под названием «Не засранец ли я?» обычно выкладывают истории из жизни, какие-то события, какие-то конфликты. Ну, рассказывается, соответственно, позиция автора. И потом уже комментаторы пишут, засранец ли он, или абсолютно нет, или вообще все неправы в этой истории, и так далее. Так, сегодня вас ждёт 5 историй. Они небольшие, но готовьтесь обалдеть, офигеть и немножечко так охренеть. Итак, первая история. Она была опубликована 12 дней назад. А засранец ли я за отказ называть мою племянницу иначе, чем выбранным ею именем? Я, девушка 27 лет и муж 33 года, сейчас заботимся о недавно осиротевшей племяннице, 8 лет, планируя впоследствии удочерить её. Её первое имя Келли, а второе – Энн. Имена вымышленные. Но она предпочитает, чтобы её называли Энн, и так уже несколько лет. Она представляет себя так. Меня зовут Келли Энн, но вы можете называть меня Энн. Моя сестра, 29 лет, находится на 8-м месяце беременности, первым ребёнком. И несколько месяцев назад узнала, что это девочка. Она всегда хотела назвать свою дочь Энн, и с волнением рассказывает об этом всем. Узнав о ситуации с Келли Энн и о том, что мы с мужем планируем удочерить её, сестра через несколько дней сказала мне, что мы должны начать говорить Келли Энн, чтобы она называла себя Келли вместо своего второго имени. Она сказала, что две Энн в семье будут сбивать с толку, поэтому Келли Энн должна привыкнуть к тому, что она Келли. Мой муж сказал, что она говорит глупости, и что это её ребёнок нуждается в переименовании, потому что Келли Энн уже много лет называет себя Энн. Моя сестра возразила, что она объявила имя своего ребёнка много месяцев назад, а мы только недавно планировали удочерить Келли Энн, так что мы должны заставить её переосмыслить, как себя называть. Я встала на сторону мужа и сказала сестре, что Келли Энн может называть себя так, как захочет. Моя сестра и её муж называли меня и моего мужа засранцами за то, что мы украли имя её ребёнка. Так что, засранец ли я? Абсолютно нет. Мой вердикт. Мне кажется, самый большой засранец в этой истории — это её сестра. Я не понимаю, почему в семье не могут быть две девочки с одинаковым именем. Даже вот, я не знаю, вспомним уроки литературы, когда мы в каком-то произведении видели персонажа, там, допустим, Иван Иванович. И я помню, что учитель литературы нам говорила, что это, наоборот, укрепление корней. Я не знаю, подходит ли это отсылка к этой истории, но сейчас мне кажется, что очень даже подходит, и я не вижу ничего странного и страшного, чтобы в семье было два человека с одинаковым именем. Нет никакой эксклюзивности в именах. Когда мама говорит, что вот моего ребёнка будет звать так, и всё, никто никогда не может называть своих детей таким же именем, ну это вообще какое-то странное мышление. Не знаю, мне кажется, что её сестра прям эгоистка в этом случае. Хотя, если честно, то можно сделать ей скидку на то, что она беременна, и вот этот вот гормональный фон и так далее. Может быть, когда она уже родит, и пройдёт немного времени, она успокоится и примет эту всю историю. Тем более, что девочке 8 лет, и она уже привыкла так себя называть. Это будет как-то по отношению к ней неправильно заставлять её как-то по-другому представляться. Так, следующая история. Не засранец ли я за то, что выгнала мою лучшую подругу с детского праздника? Она была опубликована вчера, свеженькая прям буквально. У меня, девушка 24 года, есть близкая подруга Сара, 25 лет, которая встречается с Тедом. Мы были лучшими подругами с Сарой ещё со школы, и всегда поддерживали друг друга. Я видела Теда один раз, когда они с Сарой были вместе уже месяц. В последнее время мы отдалились друг от друга, так как Сара срывала наши планы или отменяла их в последнюю минуту. Я видела в социальных сетях, что вместо этого она пошла делать что-то с Тедом. Это меня расстроило, так как я переехала подальше из-за работы мужа, поэтому наши встречи не планируются в последнюю минуту, а планируются за несколько недель до этого. Так как я далеко живу, по всему этому беременна, поэтому мне приходится ездить на общественном транспорте, так как муж ездит на работу на машине. После того, как Сара во второй раз отказалась от встречи, чтобы позависать с Тедом, я рассказала ей о своих чувствах из-за того, что она меня отшила, и Сара извинилась и предложила помощь в организации моего детского праздника Baby Shower. Я не знаю, у нас, мне кажется, нет такой традиции устраивать такие праздники. Обычно устраивают гендер-пати, но, чтобы вы понимали, это такой праздник еще перед рождением ребенка. Обычно собираются в кругу семьи друзья и дарят подарки будущему малышу. Чтобы вы, может быть, представили себе эту картинку, если вы смотрели Шрека, третья часть, там Фиона со своими душками и подружками собиралась, они там дарили всяких там этих гномов. Как это? Гном? Как он назывался? Боже! Блин, я, короче, найти не могу, но я прямо сейчас это запала в душ. Короче, гном-нянька, допустим. В общем, вот, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Итак, продолжаем. Сара извинилась и предложила помощь в организации моего детского праздника, чтобы загладить свою вину. Сара организатор мероприятий и позаботилась обо всем. Я организовала кейтринг для обеда и отправила Саре список всех гостей, чтобы она знала, на сколько человек ей придется рассчитывать. Моя сестра помогала ей, и я дала им понять, чтобы в приглашениях не было партнеров, кроме одной подруги Эмми, а так как она лесбиянка, я хотела, чтобы ее партнер пришла. Вчера у меня был бэби-шауэр, и Сара привела Теда. Я решила, что он ее просто подвез, но он снял свое пальто вместе с Сарой. И я позвала Сару в сторону, чтобы вежливо сказать, что у нас не хватает еды для Теда. А она настаивала, что они могут поесть с одной тарелки. Я расстроилась, и тогда моя сестра спросила Сару, может ли она попросить Теда уйти. Но Сара сказала, что если Тед уйдет, то она уйдет тоже. Поэтому я выгнала их обоих. После этого мой детский праздник прошел нормально, но я почти все время скучала по Саре. Сегодня я проверила телефон и обнаружила, что Сара расстроена тем, что я выгнала ее и опозорила перед всеми нашими друзьями. А Тед написал сообщение, что получил мой номер от Сары, и поскольку он слышал, что партнер Эмми приезжает, решил, что тоже может прийти. Короче, это очень такая... Не знаю, возможно, это глупая история, и нечего переживать, и им ссориться. Но, во-первых, девушка-автор этого поста объяснила, что на празднике она хочет видеть, так скажем, женский коллектив. Она дала поднять и Саре, и своей сестре, создала эти списки. Я немного не понимаю Теда в этом случае. То есть, я не знаю, может, Сара ему не сказала, конечно, что планируется только женская такая тусовка, но ему как бы не странно было приходить, допустим, если он знал, что там собираются только женщины. У меня есть предположение, что вот на таких праздниках могут дариться вещи для женщины, которые могут быть непонятны мужчине, могут его смутить. И зачем устраивать вот эти неловкие ситуации, я немного не понимаю. И даже если он не знал, что там будут собираться только женщины, Сара-то ведь знала, она же могла ему сказать. Не знаю, может быть, они, конечно, встречаются не очень долго, и у них прям очень такая привязанность, у них вот этот конфетно-букетный период, что они не могут отлипнуть друг от друга, но все равно немножко нужно головой понимать своей, что все-таки есть моменты, когда лучше порознь проводить свое время. Особенно, когда твоя подруга сказала, что хочет, чтобы там были женщины только. И как бы странно его тоже оправдание, что он знал, что придет партнер Эмми, но как бы Эмми лесбиянка, то есть ее партнер тоже девушка, и, ну, как бы это все... Блин, я не понимаю, просто это сюр какой-то. Просто я немножко не понимаю. Может быть, Сара, конечно, ему что-то не договорила, но уже об этом, к сожалению, не узнаем. Ну, или узнаем, может быть, какие-то будут обновления по этой истории. И еще как бы момент такой, что, да, эта девушка-автор, я не считаю ее засранкой, но вместо того, чтобы отводить Сару в сторону и говорить, что якобы не хватает еды, она бы могла еще раз повторить, что вот я тебе рассказывала, что я хочу, чтобы на этом празднике были только женщины. В чем была проблема? Так ей сказать. То есть она тоже немножко слукавила, что якобы не хватает еды. Ну, может быть, она просто не хотела ссориться и хотела как-то мирно решить эту всю ситуацию, но в итоге, да, все выбилось только. Итак, следующая история. Засранец ли я за то, что забрала сына с ночевки? Здравствуйте. Мне 37 лет, женщина. У меня есть 10-летний сын. Я буду звать его Сэм. Мой сын был приглашен на ночевку к одному из своих одноклассников. Назовем его Тейлор. Поскольку я не очень хорошо знала его родителей, мы встречались несколько раз, чтобы лучше узнать друг друга. В конце концов мы договорились о встрече, и вторая мама, которую я буду звать Леди, настояла на том, чтобы провести это мероприятие. Я согласилась и позже отвезла своего сына, сказав ему, чтобы он вел себя хорошо и все такое. Ближе к концу дня, около 9, мне позвонил сын. У него есть обычный телефон-раскладушка для таких случаев. Он был расстроен и хотел вернуться домой. Я спросила, в чем дело. Он сказал, что Леди хочет надеть на него подгузник. Я сказала, чтобы он дал ей трубку, и она ответила на звонок, говоря мне, чтобы мой сын не упрямился и вел себя хорошо. Я слышала, как мой сын на заднем плане говорил, что он просто хочет домой. Я сказала ей, что приеду через несколько минут и повесила трубку. Когда я приехала, меня впустил ее муж и занялся за беспокойство, и я пошла искать своего сына. Он был все еще расстроен, когда я нашла его, сидящим за кухонным столом вместе с Тейлором. Я спросила его, что происходит, и он объяснил мне, что поскольку Тейлор намочился в постель, Леди хочет, чтобы он тоже надел подгузник. Я повернулась, посмотрела на Леди и сказала ей, что Сэм не мочится в постель и не нужно надевать на него ничего лишнего. Она возразила, что это не повредит ему и поможет Тейлору чувствовать себя лучше. Честно говоря, я поняла, к чему она клонит и даже подумывала спросить Сэма, не согласится ли он сделать это для своего друга. Пока я не увидела эту штуку. Я ожидала увидеть Pull Up, чуть позже я вам объясню, но это было похоже на толстый взрослый подгузник, предназначенный для детей. В посте было написано Diaper, вот этот подгузник взрослый, и вот Pull Up, в общем, это очень сложно объяснить на русском, потому что и то, и то переводится как подгузник, я даже прогуглила, в чем разница, но, как я поняла, вот этот Pull Up, он более комфортный для детей, то есть, чтобы они двигались, им ничего не мешало для их активности, а Dipe, он такой более, блин, знаете, типа ожидание реальность, ожидание, Лиза читает всякие истории, мы реагируем в комментариях, все очень весело, комфортно проходит, реальность Лиза объясняет разницу между двумя подгузниками, ну, короче, если у вас возникнет желание узнать разницу между этими двумя вещами, то можете загулять вот эти два слова просто и посмотреть, что это, потому что я, ну, у меня нет детей, я не сталкивалась вот с этими всякими вещами, поэтому я тоже, как бы, немножко в затруднительном была положение и как мне понять, в чем разница между двумя этими вещами. Итак, продолжаем. Затем я была шокирована, когда мой сын сказал, что она пыталась заставить его снять штаны и лечь на пол, чтобы она могла надеть его на него. Я повернулась к леди, сказала, что все это неуместно и собрала его вещи, чтобы уйти. Она надулась и сказала, что у Сэма нет ничего такого, чего она не видела раньше. Так что мы ушли, а Тейлор, бедный мальчик, выглядел подавленным. Не то, чтобы я его в этом винила. Но моя проблема и причина этого поста в том, что леди выложила случившееся на фейсбук. Большинство комментаторов на ее стороне. Так что, засранка ли я разобрала своего ребенка домой? Сто процентов нет, я бы поступила точно так же. Боже, это вообще какая-то, ну, странная тетя, короче. Тут проблема и в том, что она заставляла чужого ребенка делать то, что он не хочет, а во-вторых, вот эта вот фраза, то, что у Сэма нет ничего такого, чего она не видела раньше, ну, это немножко вот как бы попахивает какими-то приставаниями, что ли. Я вот немножко не понимаю. Я понимаю, что она может как-то с благими намерениями это хотела сделать, чтобы Сэм поддержал ее сына, Тейлора, чтобы он не чувствовал себя каким-то ущербным. И, короче, это тоже одна, еще одна сюрреалистическая история. В общем, это довольно-таки неприемлемо, вообще, это, кстати, недовольно-таки, а вообще неприемлемо, когда какая-то левая тетя лезет к чужому ребенку и заставляет его надевать подгузник. И чтобы она ему надела, не он сам это сделал хотя бы, а она, чтобы его раздела ему надела, а ему 10 лет, между прочим. И, кстати, очень хорошо, что, наверное, у этой женщины, у автора поста и ее сына был такой разговор, что до твоего тела не может никто дотрагиваться чужой, да, он помогал ему выстраивать границы. Это вот прям реально плюс. Ну, мне так, по крайней мере, кажется, что у них был такой разговор, судя вот по этой всей истории. Пишите, что думаете по поводу этой истории. Она вот из всех пяти, наверное, для меня стоит, наверное, на втором месте, вот потому, вот насколько меня бесит один из персонажей этой истории. Итак, четвертая история. Засранец ли я, что рассказала своей своящнице о причине, по которой никто не пришел на вечеринку ее дочери? Эта история была опубликована сегодня. Я, девушка, 23 года, замужем за Джима, 26 лет. У Джима есть старшая сестра по имени Дэниел, 28 лет. У Дэниела есть дочь 2 года от ее бывшего мужа Джона. Мы живем в 2500 милях от них, поэтому в основном видимся только по видеосвязи. Джим близок с Джоном, потому что они выросли вместе и поэтому он близок с семьей Джона, несмотря на то, что Дэниел и он разошлись. Две недели назад мы получили известие, что мама Джона Мэри снова больна и что ее помещают в больницу для комфортного ухода. Она трижды боролась с раком и победила его. Несмотря на эти ужасные новости, Дэниел отказалась перенести вечеринку по случаю дня рождения их дочери. Джим, Джон и оба члена их семей пытались убедить ее в этом, чтобы перенести вечеринку, но она была непреклонна. Хотя Мэри была на последнем издыхании. Прошло два дня и Мэри скончалась накануне вечеринки. Это была огромная потеря как для семьи Джона, так и для Дэниел и Джима. Ведь они росли вместе. Вчера на вечеринке не было никого, кто обещал прийти, кроме Джона и пары друзей Дэниел. Обе стороны семьи горевали и принимали меры. Дэниел позвонила мне после вечеринки, расстроенная тем, что никто из родных не пришел отпраздновать день рождения ее дочери. Она сказала, что чувствует себя забытой, что никто даже не предупредил ее о том, что не приедет и что она была шокирована тем, что пришло так мало людей. Я была откровенна с ней и сказала, что вечеринка это последнее, о чем думают люди после такой потери и что ей сообщили за две недели до этого, что она должна перенести день рождения. Это расстроило ее еще больше. И в итоге она накричала на меня и назвала бессердечной, после чего повесила трубку. Джим сказал мне, что я не сказала и не сделала ничего плохого, но подруга Дэниел с тех пор присылает мне грубое сообщение, называя меня бесчувственной и жестокой. Это заставляет меня задуматься о том, не была ли я засранкой. Абсолютно не была. Мне кажется, что самая главная засранка это вот этот Дэниел. потому что окей, ты не перенесла вечеринку, ты захотела все-таки проводить этот день рождения, но при этом, зная всю ситуацию, ты все равно расстраиваешься и ведешь себя так, как будто тебе все тут должны. И не знаю, это как будто праздник на костях, что ли. Здесь, кажется, не упоминалась информация о том, знала ли она уже на вечеринке, что мама ее, получается, бывшего мужа скончалась. Ну, не знаю, это как минимум неприлично вот это вот все устраивать. Если честно, я понимаю, что день рождения раз в году, да, и ребенку два года исполняется только один раз. Как-то это не по-человечески. Даже Джон вот пришел, да, поддержать на вечеринку, хотя у него мама умерла буквально там на днях. и все равно она вот такая эгоистичная, и почему никто не пришел. Я всеми забытая бедная бедолажка. Не знаю, мне кажется, что можно войти вот в таком случае, в положении, как-то перенести все-таки вечеринку. Мне кажется, что в этом нет ничего такого плохого, тем более, что, как мне кажется, вот я, например, свои два года, как я праздновала, я не помню, и ничего страшного не было, если бы и у этого ребенка но чуть-чуть попозже принесли день рождения. Я не думаю, что это ее бы расстроило и отбила бы какая-нибудь психологическая травма. Так, пятая история. Мне кажется, что она заслуживает первое место в этом списке историй. Итак, она, по-моему, была написана пару лет назад. Итак, засранка ли я за то, что я рассказала родственникам, где именно был мой муж, когда я рожала? Я родила своего сына десять недель назад. Я пережила изнурительный период, пока приближался срок родов. Я испытывала дискомфорт и хотела, чтобы мой муж был рядом со мной, когда у меня начнутся схватки, но он каждый вечер уходил к своему другу и смотрел футбольные матчи. Я предложила ему на всякий случай поиграть, посмотреть игры дома, но он не согласился и сказал, что должен присутствовать на вечерах игр у своего брата и друга вместе со своими приятелями. Он сказал, что у них есть определенные, как бы это описать, ритуалы при просмотре игры и он не может наслаждаться этим ни дома, ни где-либо еще. В ночь рождения нашего сына у меня дошли воды, когда мой муж был еще у своих приятелей и смотрел игру. Я позвонила ему и попросила приехать домой и отвезти меня в больницу. Он сказал, что придет, но он не приехал. В итоге я позвонила сестре, она живет неподалеку, и она отвезла меня в больницу. Мой муж появился через два часа после того, как он продолжал звонить и расспрашивать, не рожаю ли я и что он уже почти закончил смотреть игру. Он смог приехать вовремя к рождению нашего сына, но я была в ярости, злилась и была разочарована. Он принес глубочайшие извинения и работает над тем, чтобы вернуть мое доверие и уважение к нему после того, что он сделал. Вчера вечером я была на ужине у свекров, и мы говорили о дате рождения моего сына. Мой муж вдруг начал вспоминать, что произошло той ночью, и по сути начал врать, что отвез меня в больницу, ждал, испытывал стресс и долго стоял на ногах, без еды и даже воды. Я была в замешательстве и сказала, что нет, все это неправда, ничего этого не было на самом деле. Он смотрел игру, когда у меня начались схватки, и я хотела, чтобы он отвез меня в больницу, но он появился только через два часа. Моя свекровь, которая не приемлет вранья и которую все боятся, набросилась на него с криками, спрашивая, правда ли это, а он молчал. Она начала ругать его направо и налево, говоря, чтобы он сел и заткнулся, когда он вставал, чтобы поспорить, а потом говорила ему встать, когда он сидел и спорил. Все смеялись над тем, как она общалась с ним, словно с мальчиком, попавшим в беду. Она повторяла стыд, «Срам, позор, не так я воспитывала своих детей, чтобы они относились к своим женам, Джордан, ты позор, и я разочарована тем, что слышала о тебе». Он буквально проглотил все ругательства матери и ничего не сказал, пока мы не вернулись домой, где он вышел из себя, заявив, что я выставила его нерадивым, плохим мужем и отцом, рассказав семье о том, где он был, и сказал, что я не должна была ничего говорить, но возразила, что это ненормально, когда он лжет и строит из себя героя перед родителями. Он сказал, что я только внесла разлад в отношении между ним и семьей и спросил, счастлива ли я сейчас. Засранка ли я? Не должна ли я была промолчать? Пишу обновление, чтобы сказать, что он делал подобные вещи в прошлом, так как он большой любитель футбола и хоккея. Но я не ожидала, что это дойдет до такого. Кроме того, это не первый наш совместный ребенок и у нас есть четырехлетний сын. Даже когда вот это все произошло, то, что он ее не поддержал во время родов, зачем было говорить родителям о том, что он все-таки ее отвез, он ее поддерживал, он там проводил с ней время, пока она рожала. Зачем это все надо было? Можно было бы просто промолчать, но надо было побить себя в грудь такой, я офигенный отец и муж. Это просто смешно, если честно. это детское такое поведение перед родителями или вообще перед другими людьми выставлять себя в лучшем свете и говорить, что я такой хороший. Просто я в своей жизни сталкивалась вот с подобным враньем, не во время родов, конечно, слава богу, я еще не рожала. Я сталкивалась с тем, что мой бывший молодой человек выставлял себя тем, кем он не являлся. Я не знаю до сих пор, что из того, что он говорил, была правда. Это было действительно неприятно вот это все осознавать, когда ты вроде как строишься с отношением, как ты думаешь с одним человеком, но по сути это вообще совершенно другой человек. И, не знаю, меня триггернуло именно потому, что я ненавижу ложь. Мне кажется, что лучше сказать правду, пусть она вот будет такая, какая есть, но, по крайней мере, мне кажется, что можно как-то решить проблему, а не жить в розовых очках. Я уже на ютубе, по-моему, в каких-то видеох или в своем телеграм-канале говорила, что я испытываю прям чуть ли не физическую, чуть ли не физический дискомфорт от вранья. то есть мне легче сказать правду, какой бы она ни была. По крайней мере, я буду понимать, что человек меня принимает такой, какая я есть, даже если я совершила какую-то ошибку, а не врать и врать какие-то розовые замки. Вот, поэтому меня так вот прям, если честно, выбесила эта история, и ее муж, он, получается, поставил выше вот эти вот футбольные матчи, игры, чем свою жену и рождение их, хоть и второго, но все равно это очень важный шаг ребенка. В общем, мне очень прям грустно с этой историей стало, я прям вот реально сидела, краснела, рода от виз, меня прям реально это взбесило, эта история. Вот. Пишите в комментариях, какая история взбесила вас, потому что мне кажется, что вот именно на этом Супреддите есть такие истории, вот которые именно от которых вот прям, не знаю, есть такое раздражение и такое ноющее чувство внутри, что вот, блин, как такое может вообще быть, как люди могут не понимать каких-то своих поступков, как они могут не входить в положение других людей, так что я надеюсь, теперь вы понимаете, что это такое за истории под такой тематикой. Пишите в комментариях, если вы смотрели видео с мистическими историями и уже досмотрели до конца это видео, за что я вам очень благодарна. Какая тематика вам ближе? Я хочу сказать о том, что я не буду снимать видео только конкретно на одну тематику, мистические истории или там застранец ли я или про свидание, или про отношения, в общем, очень много разных тематик. Я не хочу зацикливаться на одном, потому что я увидела комментарии о том, что люди хотят именно мистические истории. Я хочу себя попробовать в разных, так скажем, амплуа, разные истории почитать. Мне кажется, это намного интереснее. В общем, не хочу зацикливаться на одном. Хотя хочу сказать о том, что и мистические будут истории, но не каждое видео, это точно. Вот я надеюсь, что вы хорошо провели время за просмотром или слушанием этого видео. Буду ждать вас в комментариях, пишите свое мнение насчет прочитанных мной историй. Также не забывайте, что у меня есть телеграм-канал, который я веду в дневниковом формате, где пишу всякие смешные и не очень истории из своей жизни. Подписывайтесь на мой ютуб-канал и увидимся в следующих видеороликах. Чус!